Есть целый ряд жестов, которые говорят о том, что человек немножечко где-то не говорит всю правду, где-то не совсем искренне. Когда у него широко раскрыты глаза, когда он прячет руки, когда он как-то так, то эти вещи, даже если мы об этом не знаем, они нас немножечко отталкивают от этого человека. Но намного тяжелее понять, насколько правдив или неправдив наш собеседник, если мы общаемся с ним онлайн, то вот здесь, конечно же, в действительности существует очень большая вероятность того, что вас могут обмануть. Тогда очень ценно, конечно же, обратить на фразы, которые пишет наш собеседник. Если ваш визавей использует слишком много таких каких-то эмоционально украшенных фраз, то есть создается ощущение, что ему очень хочется, чтобы я в это поверил, то тогда вот стоит задать вопрос, зачем ему это нужно, что в этом такого. Возможно, нет ничего, возможно, действительно для него это очень важно. А возможно, здесь есть второе дно, на которое стоит обратить внимание. И, конечно же, такого собеседника очень ценно вызвать на такой откровенный разговор, на какие-то детали и факты. Чаще всего человек, который хочет вас обмануть, он не будет очень много лично о себе. Он будет задавать вопросы, но в ответах о себе он будет часто избегать местоимения «я». Он будет говорить «было хорошо», «было весело» и так далее. То есть какие-то такие оценки и отклики про себя, он будет их стараться как можно меньше. Есть смысл задавать вопросы, на которые нужно получить прямой ответ «да» или «нет». И вот тот человек очень часто начинает тоже, знаете, уходить. Если мы замечаем, что человек вот ходит от темы и такие оговорочки его, если честно, вот прям положа руку на сердце и так далее, то есть он как бы еще раз подчеркивая, хочет доказать, что я очень прав, я очень говорю сейчас все верно и так далее. Ну, стоит задавать себе вопрос, почему он так это делает, зачем он хочет, чтобы я поверил. Очень ценно доверять своей интуиции, да. И если возник этот вопрос, то вот тогда проверять. Потому что вопрос может возникнуть и не только в случае, когда человек нас обманывает, но и в других моментах, какой-то дискомфорт. Что же за этим стоит? Ну, это уже последующая проверка. Продолжение следует...